Особливый день в жизни Гомельского Державного Медицинского Университета. Сегодня после капитального ремонта урочисто открылся интернат установы. А кроме того, волонтеры университета, которые допомагали у лечения хворых на коронавирус, отримали заслуженные узнагороды. Обе две подеяния застались без уваги представников УЛАДы, не только областного, а и республиканского узровня. Под обязанности в наступном сюжете. Довочеканная новина для студентов Гомельского Медуниверситета. Интернат на проспекте Кастрышника целком адрамонтованы. На его открытии присутніші лікераўніцта установы, процтаўнікі УЛАДы, а так само самі навучэнцы. Ідея адновіць будынок з'явілася даўно. Значнаа роля ў ожыцявленье планаў належыць мінавіта Державной Патрымцы. Мы долго спорили, как, за какие деньги, как быстро отремонтировать и получить такой хороший студенческий дом, для того, чтобы вы могли уютно учиться, не отказывали себя во многих даже уже таких направлень, как отдых в том числе, чтобы у вас были комфортабельные условия, чтобы меньше было студентов в комнате. И вот результат работы строителей. В целом, это государственная программа. Интернат различены на 510 месцов. Капрамонт выконал будавничо-монтажный поезд номер 354. Тут заменили коммуникации, лифт, бытовую технику. У покоях новая мебля. На кухнях замест газовых будуть электричные плиты. Якостью работки равництва университета задоволена. Я больше, скажу, увидите по качеству и отделочных работ, и по качеству установки, и по срокам, насколько активно и насколько качественно это было сделано. Более того, ни одна такая стройка не обходится без непосредственного контроля ежедневного. Мои сотрудники ежедневно были здесь. Я лично, как ректор, постоянно держал эту ситуацию на контроле. И сегодня мы имеем прекрасное новое общежитие на 510 мест. И это серьезно решит вопрос проживания студентов в городе Гомеле. Со студентского дому перемещаемся у их альмаматор. Тут узнагородили студентов-волонтеров, які допомагали урачам у лечения пациентов с коронавирусом. Яны не побоялись опрацать у червонной зоне. Их головной задачей была реабилитация. Ну, наверное, по большей части это была просветительская работа среди пациентов. Мы, наверное, говорили им ту информацию, которую доктор не успел им сказать, да. Или сказал, но они это не особо восприняли, да. Мы же рассказывали, как правильно лежать в кровати про пронпозицию. Мы им рассказывали про дыхательную гимнастику, мерили сатурацию. Ну, то есть в этом плане у нас направление было нашей работы. Волонтеры отрымали узнагороды от Гомельского Абл-Ваканкама, а так само от Министерства Аховы Здоровья. Досягнение университета башны не только на Мясцовым, але и на Республиканском Узроуне. Это действительно здорово, потому что понятно, что ребята выбрали эту профессию осознанно. Ну и, значит, получится очень классно доктора. Это действительно радует, это здорово. Молодой, очень активный ректор, профессор с огромными, хорошими такими идеями, с здоровыми амбициями, я думаю, будущее здесь очень хорошее. Складанный 2020 год стал для Гомельского медицинского университета годом измен. Это и новое керавництво установы, и эпидситуация, якая целком перевернула житцовы НУ. Так, ть иначе, все выпрабывания переодолены достойно. В Новый год с новыми силами и бесценным опытом, набытым за это не просто период. Миколай Скенсиян, Игорь Марышенко, Телерадо и компания Гомель.